Десна ТВ А теперь об этих и других событиях подробнее. Администрация Смоленской области учредила стипендии деятелям культуры и творческой молодежи в размере 5000 рублей и 3,5 соответственно. Эти стипендии призваны сохранить культурный потенциал Смоленщины, создать условия для творческой работы. Сегодня стартовал досрочный период сдачи единого экзамена. Раньше всех его напишут выпускники прошлых лет и все те, кто освоил программу среднего образования. Завершится досрочный период ЕГЭ в начале апреля. Основная волна для девятых классов пройдет с 26 мая по 7 июня. А одиннадцатиклассники будут сдавать единый экзамен с 27 мая по 20 июня. На плановом оперативном совещании исполняющий обязанности главы администрации Десногорска Сергей Тощев подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Администрация Десногорска обращается к трудовым коллективам с просьбой о выдвижении семей-кандидатов для чествования их 8 июля в день семьи, любви и верности. С 21 марта на всей Смоленщине введен пожароопасный период. Это влечет определенные ограничения и запреты. «У нас сейчас запрещен пол сухой травянистой растительности и запрещено разведение костров». Большую помощь детскому саду «Теремок» оказали шефы. Фирма «Смоленск Теплокор», руководитель Роберт Рустамов. Эта поддержка оказана в соответствии с решением, принятым советом руководителей города. А в школах начались весенние каникулы. 4 апреля Десногорск будет встречать гостей. В этот день планируется подписание договора о сотрудничестве с белорусским городом Чаусы на 2016 год. Традиционный туристский марафон 100 километров за 24 часа из-за погодных условий перенесён на 2 апреля и будет беговым. Сегодня одна из достопримечательностей Рославля. Знаменитый памятник паровоз, установленный возле железнодорожного переезда, покинул город навсегда. Он отправлен на реставрацию и назад уже не вернётся. Раритетный паровоз «Кукушка» является собственностью РЖД, поэтому муниципальные власти не могут повлиять на его судьбу. В Смоленске прошёл полуфинал КВН среди вузов Министерства обороны. Играли 9 команд из разных городов нашей страны. Команда Смоленской военной академии «13-я страница» заняла первое место и вышла в финал. Финальная игра состоится в апреле в Москве. В Десногорске стартовала вахта памяти 2016. На открытие приехали командиры и бойцы 66 поисковых отрядов из 25 муниципальных образований Смоленской области. На поле памяти мемориала Курган Славы – восемь братских захоронений, в которых покоятся останки 1065 бойцов и офицеров Красной армии. 20 марта поисковики возложили цветы к могилам воинов Великой Отечественной войны. В храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости состоялся чин отпевания останков минометчика младшего сержанта 1-й мотострелковой дивизии уроженца Брянской области Дядьковского района Захарова Николая Ивановича. Его 4 октября в прошлом году обнаружили бойцы отряда «Гвардия» из Глинки в Сычевском районе, недалеко от деревни Арестова. Земляки бойца приехали в Десногорск, чтобы принять прах и захоронить его на малой родине. Командир отряда поисковиков передал делегации медальон и землю с места гибели солдата. Его с почестями похоронят на Брянщине в мае. Этим событием завершилось открытие вахты памяти 2016 года. Впереди у поисковиков новый полевой сезон. Криминальный блок. С 21 по 25 марта в регионе проходит операция «Семья», направленная на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В эти дни полицейские вместе с медиками и сотрудниками соцзащиты заглянут в гости к неблагополучным семьям, а также обследуют вокзалы, заправки и рынки в поисках беспризорников. Особое внимание паркам, скверам, интернет-клубам, кафе и другим местам досуга. В минувшую пятницу страшное тройное ДТП в Рославле унесло две жизни, включая виновника аварии. На улице Большая Смоленская 24-летний водитель Ауди не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ладой Приорой. Та, отскочив в сторону, врезалась в Мазду, а затем в дерево. Трое оставшихся в живых участников ДТП с многочисленными травмами доставлены в районную больницу. С 22 марта на Десногорском водохранилище наступил период весеннелетнего нереста. На это время вводится запрет на ловлю рыбы с лодок. 17 марта на водоеме охладители Смоленской атомной электростанции прошли показательные учения. В них приняли участие сотрудники областной прокуратуры, Московско-Окского территориального управления по рыболовству, представители инспекции Республики Беларусь. Экипаж инспекторов рыбоохраны и представителей общественности демонстрировали комиссии процедуру поимки браконьеров на воде. При задержании инспекторы должны соблюдать все статьи гражданского и административного законодательства. В период нереста экипажи инспекторов будут патрулировать водоемы ежедневно. Все знают свои полномочия и обязанности, но во время всяких трудных ситуаций всегда появляются ошибки. Чтобы их не было, вырабатываем единую позицию. Все сотрудники полиции, сотрудники областной прокуратуры, представители Белоруссии, наши соседи. Поэтому мы вырабатываем единую позицию в рамках закона Кодекса областных правонарушениях. Подготовим занятие, которое у нас подготовлено. Это показное занятие. К сожалению, баконьерство у нас есть. Вот за следующий период 15 дел было передано с признаками уголовного деяния. С 22 марта ежедневный будет рейд, ежедневный совместный с общественностью, с полицией, с сотрудниками атомной станции будет проходить рейды ежедневно. Поэтому проблем в рейдах, обеспеченность очень хорошая. На водоемах Смоленской области с 1 апреля по 10 июня разрешается рыбачить только с берега вне мест нереста и только поплавочной или донной удочкой максимум с двумя крючками на человека. За нарушение правил вылова предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией плавсредства и снастей. Более того, за рыбалку в местах нереста запрещенными орудиями лова или за ловлю с помощью багрения, глушения, гона и на подсветку нарушителям грозит уголовная ответственность. 27 марта в столичной гостинице «Метрополь» российские звезды проведут фестиваль в поддержку бальных диабетом детей из Смоленской области. Собранные средства пойдут на благотворительную программу помощи инсулинозависимым детям подопечным фонда «Быть вместе». 24 марта музыкальная школа Десногорска ждёт своих будущих первоклассников на день открытых дверей. Начало в 18 часов. В программе «Знакомство со школой», «Встреча с преподавателями», «Совместный концерт учащихся и педагогов». Соревнования по спортивной ловле рыбы спиннингом с лодок «Весенний хищник» проходят на Десногорском водохранилище уже в пятый раз. Экипажи выступали на маломерных судах, оснащённых лодочными моторами. В одной лодке два спортсмена. Соревнования организовала Смоленская региональная федерация рыболовного спорта. В искусстве рыбной ловли состязались 112 рыбаков из Смоленской, Московской, Калужской, Псковской, Брянской, Ленинградской, Орловской областей, а также из Республики Беларусь. К зачёту принимались 10 рыб – щуки, судаки не менее 40 сантиметров и окуни без ограничения размера. Добытую рыбаками за два тура рыбу судьи взвесили, выбрали лучшие результаты и определили победителей. Первое место заняла спортивная пара из Калужской области – Александр Лесин и Алексей Арефьев. Второе место у Смолян – Дмитрия Германова и Владислава Маслова. Третье заняли спортсмены из Брянской области – Николай Капитонов и Артём Сычёв. Некоторые рыбаки на этот турнир приехали семьями. Участие в соревнованиях принимает любой желающий, независимо от того, есть ли у него спортивные достижения какие-то в рыболовном спорте или нет. Это любовь к спиннингу, желание ловить. Ну и за зиму все уже соскучились. А у нас это единственный, наверное, по всей России регион, где в марте месяце можно организовывать и проводить открытые соревнования по ловле рыбы с лодок. Атомная станция, ну я же в Смоленске сам. И мы неоднократно дозиметрами проверяли радиационные показатели рыбы. То есть она чистая, ее можно употреблять. И я не вижу проблем в этом. Главный судья соревнований Анатолий Козырь, начальник областного общества охотников и рыболовов, отметил, что многое зависит от мастерства рыболова. Однако нельзя забывать и о погоде, и о других факторах, влияющих на улов. Он сказал, что соревнования прошли организованно. Участники остались довольны. Рыбалка на Десногорском водохранилище на открытой воде ведется не только летом, но и зимой. Исключением является нерестовый запрет, который наступает здесь с 22 марта и длится по 1 июня. В планах Смоленской Федерации рыболовного спорта организовывать на Десногорском водохранилище и в дальнейшем подобные соревнования. И еще о спорте. Команда Смоленской физакадемии впервые завоевала первое общекомандное место в зимней универсиаде. Спортсмены приняли участие в четырех видах программы – лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, спортивное ориентирование. В командной копилке девять медалей – одна золотая, шесть серебряных и две бронзовых. Десногорские любители баскетбола побывали на матче профессионалов, который проходил в Химках. Автобусный спецрейс организовали администрация и профсоюз Смоленской АЭС. Настоящий подарок, приглашение и бесплатный вход на игру единой лиги ВТБ преподнес председатель Смоленской областной федерации баскетбола Сергей Фомин. И ребята, и взрослые остались в восторге от встречи команд «Химки» и «Уникс». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала – desna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для сюжетов. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok